Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Здесь рядышком находится пекарня, прямо все пекут. Смотрите, вот такие вот сладости стоят лар 50, такие лар. Я взял их попробовать. Стандартно они вкусные, лепешка с сыром лар 50 стоит. У них прямо здесь, можно зайду к вам, да? У них тут сразу печка и там, видите, горит огонь и они прямо здесь пекут хлеб. Вот оно тесто. Такие ребята повара. Можете смело к ним заходить и покупать. Здесь находится парковка микроавтобусов, которые идут на Батуми и в другие населенные пункты. Буквально, вот видите, отель Seahouse наш. Вышли, перешли, сели и поехали в Батуми. Билет стоит 1 лар 50. Ехать где-то минут 40. Здесь же находится парк детский, карусели, аттракционы, бесплатные аттракционы и сразу же море. Видите, здесь тень. Детки ползают на газоне в тени, им хорошо здесь. Деревья закрывают от солнца, поэтому можете смело сюда деток приводить, оставлять здесь, играться с ними и солнцем будет не страшно. Карусели из детства. Овербукинг наш состоялся, нас переселили в другой отель. Интересные такие моменты. Наш отель находится в 200 метрах от отеля, в который нас переселили. Ребята специально вызвали такси из Батуми, которая приехала и 200 метров нас с этих провезла. Не знаю, смеяться или это глупость или... Ну вот, по крайней мере, так. То есть они молодцы. Сервис оказали, Maria Travel. В этом плане респект и уважение. Отель соответствует нашему отелю, который у нас был Палермо. В нем есть все те же самые функции. Это размер такой же, есть кондиционер, расположение до моря такое же. То есть все-все-все пункты, которые надо было бы проверить, они все соответствуют. Поэтому овербукинг состоялся именно все так, как и положено по закону о туризме. Из интересных моментов еще. Когда мы ехали на автобусе, у меня не было мелких денег, было только 50 лад. И я пытался поменять в автобусе, потому что водитель, он эти деньги отказался принимать и сказал, что ищите, где хотите, чтобы дать нам одну ладу за проезд, за двух человек. И женщина видела, что я делаю это, пытаюсь поменять. Она достала один лад и просто мне его подарила. Сказала, берите, чтобы рассчитаться. Вот о гостеприимстве грузинских людей. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, предлагайте идеи, что вам понравилось, что не понравилось. Я обязательно буду все это читать, отвечать вам и включать. Сегодня кушаем здесь в ресторане Sea House. Заказали бурана, баклажаны с майонезом, хлеб, еще там что-то. Сковородочка шашлыка. И сковородочка с грибами еще у нас. Да, забыл показать самую главную фишку, что здесь мы одни и больше здесь никого нету пока что. И закат солнца в море. Хотите на отдых в этот отель или другие? Мы вам поможем. Закажите звонок у нас на сайте, и мы перезвоним вам. У нас есть удобная система онлайн оплаты и бронирование для самостоятельного подбора туров по лучшей цене. Ждем вас в наших офисах. Хотите быть в курсе последних новостей? Подписывайтесь на мой канал и всегда будете знать, что происходит в сфере туризма.